Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. 80% электроэнергии куда-то уходит по садоводам. И получается задолженность. Тушите свет или покупайте счетчики. О наболевшей энергетической проблеме говорили жители сотов с ресурсниками в городской администрации. Одной из работ мы рекомендовали к реализации просто в силу исторической справедливости. Имидж начинается с порога. Лучший дизайн проекта въездных групп отобрала специальная комиссия. Какими анапчане видят новые стелы? Такие вещи, они помимо того, что они полезны в качестве, ну как спортинвентаря, оно еще полезно, чтобы люди общались между собой. Общественный труд и спорт объединяют. Как на селе крепнет спортивная инфраструктура и добрососедские отношения. Каждый мужчина обязан уметь защитить свою родину. Через силу тела к силе духа. Допризывная молодежь курорта доказала готовность к службе в армии. Представители футбольной сборной Дании посетили строящиеся в Анапе стадионы. Именно наш курорт выбрали датчане для тренировок в преддверии чемпионата 2018. Иностранных гостей встречал глава города Юрий Поляков. Делегация побывала на строительной площадке в селе Витязево. Оценила ход работы и возможности тренировочной базы. Также датчане высказали ряд пожеланий. В частности об установке дополнительных тренажеров для тренировок футболистов. Вот на зоне питомника они хотят расположить тент, где будут тренажеры. То есть это велосипедные тренажеры? На зоне питомника мы делаем, да? Да. Подождите, пусть формулируют. Мы это с оргкомитетом согласуем. Это мы говорили, говорили, обговаривали. С оргкомитетом, естественно, будем согласовывать. Почему? Потому что мы напишем вам письмо в министерство, что есть требования. Есть желания. Да. Вот так вот так сделать. Но мы хотим знать, как это. Просто на траве они стоят. В целом иностранцы оказались довольны и темпом работ, и удобной близостью места проживания спортсменов к тренировочному стадиону. Напомним, еще один стадион строится в Анапской. Они оба должны быть сданы в марте. После чемпионата спортивные объекты перейдут в распоряжение муниципалитета. Представители садово-огороднических товариществ «Здоровье», «Автомобилист», «Колос» и «Черемушки» встретились с энергетиками в присутствии заместителя главы города-курорта Анжелики Базуновой. Цель работы инициативной группы – жители и поставщики электричества должны договориться о порядке перехода на высокоточные приборы учета, которые позволят избежать хищений. Каждый месяц потребляется одно количество киловатт-часов по четырем счетчикам на подстанции «Здоровье», а оплачивается от этого объема 20%. То есть 80% электроэнергии куда-то уходит по садоводам. И получается задолженность. То есть, к примеру, января 2018 года потребили на 2 миллиона почти, насобирали 500 тысяч. В зале представители четырех садовых товариществ. По подсчетам энергетиков, общая их задолженность на сегодня превысила 6 миллионов рублей. Они предложили каждому потребителю заключить индивидуальные договора и установить высокоточные счетчики, которые в режиме онлайн передавали бы показания в Кубани «Энергосбыт». Коллективные договоры будут расторгнены с 1 марта. Надежда Крапивина считает, что жителям здоровья навязывают поставщика оборудования. Они 12,5. За матрицу мы обязаны купить. Хотя... Сколько стоит такой рекорд? Где-то 7. Я готова купить, но самостоятельно, самостоятельно установить его. И плюс неизвестно, почему я должна отдавать документы, которые мои личные, неизвестному человеку. И плюс ко всему он должен распоряжаться, куда он денет мои документы. Я хочу лично отнести к Тарану эти документы, поставить счетчик. Вот я спрашивала же, какой счетчик у нас стоит, чтобы можно было купить этот такой же счетчик. Люди хотят самостоятельно купить счетчик и его установить. Ради бога. Не за всем из отрядов. Вы за? Да, удаленного доступа, который наш счетчик будет ловить и в Казани напрямую ходить. Я им сказала так же. По словам председателя товарищества «Здоровье», примерно в 700 домах там живут круглый год. 86 из них уже установили счетчики, согласно техническим условиям энергетиков. К некоторым домам подключили временное контрольное оборудование. Кто у нас по 100 киловатт оплачивал под весом, почему-то стали 6,5-7-8 тысяч ватт. Поверьте, это много. Мы ловили с магнитами, все это зафиксировали, все. Он магнит этот сорвал и быстро убежал. А в полиции мне говорят, факт вот этого хищения, как мы дадим, да, вот насколько он своровал, ущерба нам сделал, мы не можем, потому что он убежал. А сколько это магнит тут стоял? 5 минут, 10 или в сутки мимо него укрепил. По словам заместителя главы города Анжелики Бузуновой, специалисты администрации готовы оказывать информационную поддержку при заключении договоров с энергетиками. Однако вмешиваться во внутренние дела товариществ муниципалитет не имеет права. По закону это отдельное самоуправление. Фактически общежития, где действия каждого идут или во благо, или вредят всем его жителям. Вы сами у себя, у каждого, вы сами все знаете, кто у вас это делает, в каких количествах. Поэтому вы, пожалуйста, сами у себя выберите. Если бы у вас не было этой задолженности и не вставал вопрос об отключении электроэнергии, и вот этих вопросов ваших, да, вы бы жили себе и жили, все бы у вас было в порядке. И вопросов там о передаче сетей, там, охозной и бесхозной, вы бы даже и не задумывались бы об этом. У вас было бы все в порядке. Это уже не первая подобная встреча. При необходимости их продолжат, однако. Опыт показывает, что в итоге документы приводят в порядок, заключают прямые договора. Процесс идет уже около трех лет, и несколько товариществ уже успешно работают по новой схеме. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В эти выходные в Виноградном сельском округе смонтировали две из пяти спортивных площадок. Это призы за победу на муниципальной Спартакиаде. Жители вышли на субботник в поселке Суворов-Черкесский. Работа спорилась под чай из старинного самовара. Многие из тех, кто монтирует площадку, участники Спартакиады. В этом дворе пять домов, всего 82 квартиры, много детей и молодежи. Самое главное, считай, это общение. Вот мы собрались здесь, посмеялись, пообщались, живое общение. Вот это сейчас такая редкость. Поэтому вот такие вещи, они помимо того, что они полезны в качестве, ну как спортинвентаря, оно еще полезно, чтобы люди общались между собой, молодежь, сообразно, посмотрите. Это же здорово. Сейчас это такая редкость, все сидят в интернете сейчас. Перед монтажом подумали, как разместить новые объекты с теми, что уже есть. Это один из пяти типовых комплектов. Поднимать ноги, да. Это когда вот так, опираться здесь. Виктор Устратию, 62-й год, занимается спортом с 15 лет. По его мнению, в комплекте есть необходимый минимум для упражнений, доступных каждому. Для основы физкультуры, для начала это очень хорошо. Турник, брусья, это очень, и плачать пресс, это очень даже, это основа всему будет. А такие уже сложных и не надо как бы здесь. Это не фитнес-клуб какой-то, а это на природе здесь, люди будут ходить и заниматься. В Суворов-Черкесском Юрий Александрович топит старинный самовар с основными шишками. Чай с щебрецом и мятой. Плюс ко всему же еще психологическая атмосфера сама. А мне нальете чайку? Два стаканчика. Жители поселка также внесли вклад в общую победу. Здесь уже есть уличные тренажеры. Деньги на них выделил депутат. Однако спортивного оборудования мало не бывает. Уже здесь можно полноценно заниматься спортом, ребятам будет. Здесь есть ребята, приходят и на турники, и на брусья. Ну, мало было раньше и тренажеров, и всяких элементов, вот этих спортивных снарядов. Сейчас побольше, я думаю, здесь уже будет более функциональная площадка. Еще три площадки установят в начале недели возле школ в Виноградном и Уташе, а также детско-юношеской спортивной школы «Олимп». На достигнутом здесь останавливаться не намерены и продолжат честную борьбу за спортивную инфраструктуру. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Пять элементов, трехгранная пирамида, символы курорта – солнце, море и песок. Как будут выглядеть новые въездные стеллы, решала специальная комиссия, которая из двух десятков работ отобрала три лучшие. Напомним, конкурс дизайн проектов «Стелл» был объявлен в декабре прошлого года по инициативе главы Юрия Полякова. Анапчане активно включились в формирование нового стиля курорта. Что из этого получилось – в сюжете. В городскую архитектуру поступили заявки от 13 дизайнеров. Некоторые представили сразу несколько эскизов. Всего более 20 работ. В состав оценочной комиссии вошли специалисты управлений архитектуры и градостроительства, ЖКХ, культуры, депутаты, представители общественного совета. В основном, конечно, работы выполнены красками, карандашами, гелевыми ручками. Идеи дизайна «Стелл» самые разные. Но так или иначе, большинство работ отражает историко-культурные особенности и географические приметы Анапы, ее назначение как детского и семейного курорта. В итоге комиссии были отобраны три наиболее удачные работы. На третьем месте – проект Сергея Камагина, который отразил в 9-метровой стелле символы солнца, моря и песка, главных природных богатств Анапы. Второе место – у Сергея Критари, предлагающего сделать въездной знак в виде пирамиды, каждая грань которой символизирует букву «А». На первом месте – проектно-строительная фирма «Эриэл» и ее пять элементов. Проект предполагает устройство объемной композиции из пяти букв, составляющее слово «АНАПА» и олицетворяющих огонь, воду, воздух, землю и сердце, любовь к городу. Задача жюри состояла в том, чтобы отобрать три претендента на первое место, а выберут уже, видимо, власть города. Хотя мы свои приоритеты тоже высказали и расставили места для работ. Одну из работ мы рекомендовали к реализации просто в силу исторической справедливости. Ну и всем известно, что, например, Стелла, которая встречает гостей наших из аэропорта с корабликом, имела надпись «Керчь». И мы предлагаем ее… Один из вариантов проектных решений предлагал восстановить эту надпись. И мы рекомендуем тоже это сделать. В ближайшее время работы победителей представит главе «АНАПы» Юрию Полякову. Затем будет приниматься решение о возможности воплощения одного или всех проектов в жизнь. Руслан Душевский, «АНАПа. Регион». В «АНАПе» стартовали профилактические мероприятия «Дни здоровья» для жителей сельских округов. В минувшие выходные медицинский десант высадился в селе Витязева. В местной амбулатории селян принимали невролог, окулист, отоларинголог и другие узкопрофильные специалисты. Это первый день здоровья в этом году. Такие профилактические мероприятия очень востребованы среди сельских жителей. Ведь они дают возможность бесплатно пройти комплексное обследование, без талонов и предварительных записей, причем даже не выезжая в город. «Дни здоровья» для села Витязева – очень важное мероприятие, потому что позволяют выявить факторы риска для более серьезной патологии. Пользуются большой популярностью среди населения. И вот даже сегодня уже на 10 утра нас посетило порядка 70 человек. Конечно же, это очень удобно, потому что не всегда у пациентов есть возможность быстро и день в день пройти обследование и попасть к специалисту. Сегодняшний день здоровья этому подтверждения. Витязевцы получили консультации узких специалистов, смогли пройти ЭКГ, УЗИ и флюорографию. Измерили артериальное давление, а также уровень холестерина и глюкозы в крови. Всего на врачебном приеме побывали порядка 300 человек. Медики провели более 700 консультаций. Местные жители довольны. У многих отпала необходимость ехать в городскую поликлинику. Очень удобно. Вот я бы, допустим, в Анапу я бы не поехала. А сюда вот прочитала буквально вчера на двери подъезда, что вот принимают врачи. И я вот с удовольствием пришла. И очень рада, что я пришла, что я попала к неврологу. Проинспектировать работу специалистов прибыла исполняющая обязанности заместителя главы города Екатерина Боровская. Она пообщалась с медиками и местными жителями, выслушала пожелания и обсудила проблемы. Всегда востребованность высокая узких специалистов. И здесь они тоже есть. Это и офтальмолог, это возможность пройти УЗИ, это эндокринолог, что всегда пользуется популярностью у нашего населения. Конечно, есть необходимость привлечения, помимо того, что людей больше, информационная работа, конечно, тоже важна с населением. Здесь нам помогает и администрация сельского округа. Следующие профилактические акции пройдут в станице Гастагаевская. Там 17 февраля на прием будут ждать родители с детьми. А 3 марта для взрослого населения День здоровья пройдет в Благовещенском сельском округе. Руслан Душевский, Анапа, регион. В Анапе продолжается месячник по оборонно-массовой и военно-патриотической работе. Это целая серия мероприятий, куда входят не только митинги и встречи с ветеранами, но и различные спортивные состязания. В одном из спортивных комплексов станицы Анапской состоялся фестиваль гиревого спорта, в котором принимали участие школьники до призывного возраста. За ходом соревнований следила наша съемочная группа. Совсем скоро этим мальчишкам предстоит пополнить ряды Вооруженных сил России. Для успешного прохождения военной службы необходимо иметь базовую спортивную подготовку. Адаптации в армии с наличием такой основы происходят гораздо успешнее. За право стать сильнейшим соревновались 7 команд из разных школ города. Более чем 30 участникам турнира в пяти весовых категориях предстояло показать мастерство владения гирями весом в 16 и 24 килограмма. Соревнования происходят в рывке личной команды. Определяются призеры и победители в каждой весовой категории. И также награждается команда, команды, занявшие первое, второе и третье место в личном зачете. Владимир Чалашаниди, начинающий гиревик, выступил в весовой категории до 60 килограммов и уже сразу задал планку для своих конкурентов. 16-килограммовый снаряд он смог поднять 50 раз. Сначала просто соревновательные карьеры. Готовился как с нуля. Смотрел обучающие видео на ютубе по технике. Сначала я думал, что это более силовой вид спорта, но оказалось, что на выносливость. И чтобы экономить ресурсы, надо соблюдать правильную технику. Все тренировки стояли в том, чтобы наработать правильную технику. Рывка. Выносливость это уже на второй план уходит. Настоящая борьба развернулась между спортсменами в весовой категории более 80. Им пришлось работать с 24-килограммовой гирей. Руслан Бадалян уже принимал участие в подобном фестивале в прошлом году. Завоевал почетное второе место. За год упорных тренировок достиг хороших результатов. В результате гирю поднял 51 раз. В спорте с детства готовлюсь к Южному федеральному округу по рукопашному бою. Тоже двигаем и железо, и все. Просто решил отстать через школу. Хочу пойти в армию, в военно-десантные войска. Не знаю, нравится мне это все. Считаю, что каждый человек, каждый мужчина обязан уметь защитить свою родину. По итогам соревнований определились следующие победителями. В общекомандном зачете на третьем месте ученики школы номер 18. Серебряными призерами стал коллектив пятой школы. Первое место и абсолютная победа у СОЖ номер 15. В личных достижениях отличились Даниил Вайнбергер, Алексей Хикало и Дмитрий Соловий. По итогам соревнований из числа победителей будет сформирована городская сборная, которая представит Анапу на краевых соревнованиях. Руслан Душевский. Анапа. Регион. Сегодня началась Масленичная неделя. В течение этих семи дней принято печь блины, ходить друг к другу в гости, устраивать народные гуляния. Масленица символизирует провода зимы и предшествует Великому посту. В Анапе масленичные гуляния прокатятся по всем сельским округам 15 февраля и завершатся воскресенье на Театральной площади. Там пройдет общегородской праздник «Широкая масленица». В программе конкурса театрализованы и концертные выступления, интерактивные площадки и, конечно, изобилие главного символа масленицы блинов. Начало в 11 часов. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok